Действительно ли Бог всемогущ? Так как Бог всемогущ, то должен уметь сделать все. Таким образом, может ли Бог сделать квадратный круг? Может ли Он сотворить камень, которого не сможет поднять? Может ли вообще перестать существовать? Если Бог не в состоянии этого сделать, тогда Он не всемогущий, да? Может это звучит логично, но на деле все не так. Проблема с этими примерами следующая. Бог, который существует, в то же время всемогущ, то есть Он в состоянии сделать все, что может существовать. Квадратный круг – это классический пример абсурда. Мы можем сказать «квадратный круг», но не можем этого представить. Круги и квадраты имеют два разных признака, которые можно поставить рядом друг с другом в одном предложении, но это никак не отразится на реальности. Такие вещи невозможны для Бога, в которой есть сущие, так как они начать существовать не могут. Квадратный круг – это абсурд, и поэтому Бог не может его сотворить. Подобная проблема возникает, когда мы спрашиваем, может ли всемогущий Бог быть слабым, как в примере с камнем. Или может ли он перестать существовать? Здесь всемогущество понимается, как что-то, что содержит свою точную противоположность, а именно бессилие. Говорить, что Бог был бы всемогущим, только если бы одновременно был бессильным, не имеет смысла. Бессилие – это отсутствие силы, поэтому оно не является чем-то существующим. Снова мы имеем дело с абсурдом, который, что, естественно, является чем-то неосуществимым. Следовательно, Бог, который есть в существовании, не может стать причиной чего-то, что не может существовать. Не потому, что бессилен или слаб, а именно потому, что всемогущ. Эти размышления можно расширить также и на другие сферы. Они помогают понять истинную природу Бога. Справедливый Бог не может быть несправедливым. Бог, который есть свет, не может быть тьмой. Благой Бог не может быть злобным. Не может быть ничем из этого, потому что все перечисленное есть нехватка, отсутствие чего-то. Все это не существует само по себе, потому-то мы не можем найти этого в Боге.